У нас было бы хуже, и они хотят, чтобы у нас это было. И они об этом открыто говорят, про войну, про вот это все, они про это говорят, открыто. Мы не должны это допустить, ни в коем случае. Надо показывать, обязательно вот эти истории показывать сейчас, и вести параллель. И показывать их прямую речь, вот этих нелюдей, этих тварей, которые сейчас призывают к войне, понимаешь. Там, давайте бутылки собирать, давайте... Короче. Подумаешь, у нас сейчас пройдет, вот тут пройдет конфликт гражданский, небольшой. Что значит, сука, небольшой гражданский конфликт? Вы 70 лет, 76 лет жили в мире, не знали, что такое война. И сейчас, сейчас призываете опять кровопролитию. На своей же территории. Как вы будете это возвращать? Как вы будете откидываться сейчас? Тимур, нет, так это ж ультраправые в Китае, которые резали костюмы, там, людей резали, вешали, сдавали, в тюрьму кидали. А скажите мне, откуда вообще она вылезла? Я тоже не пила. Откуда она вылезла? Эти две, три бабы, понятно. А это откуда, да? Это типа блог. Типа блогер. Понимаешь, Карач, она сейчас просто за потоки. Она хочет переключить на себя потоки. Вот и все. Денежно. А что такое страшное? И поэтому она перешла в радикальную риторику. Потому что сейчас тени оправдывают надежды тех, кто платит и заказывает музыку. Поэтому Карач хочет переключить на себя. У них, в принципе, змеиная гола. Они все борются за потоки. Есть старая гвардия, старая гвардия БЩБшников, есть новая гвардия БЩБшников. И есть вот сейчас радикальная гвардия БЩБшников. То же самое там, когда в Украине были. Когда у них было несколько разных гвардий, да? То есть творили революцию радикалы, творили революцию радикалы. К власти вышли типа менее радикальные. Тот же Порошенко с менее радикальной риторикой. Ну, например, на войну отдал приказ Турчинов. Турчинов это тоже один из радикального крыла. И у них, у нас то же самое. То есть получается, есть менее радикальные, есть более радикальные. То есть более радикальные это те, на которых пойдут потоки сейчас. Потому что, в принципе, на них идет ставка. Которые работают. Которые, у которых они показывают своими заявлениями, что у нас типа нет моральных стопов. Мы можем... Эй, западные друзья, мы можем сделать все. Дайте нам только капусту. Мы можем сделать все. Они решают свои задачи. Но тем, как они решают свои задачи, они могут здесь устроить все, что хочешь. Понимаешь? Вот. Другой вопрос. Насколько готова страна? Готова страна хорошо. Спецслужбы работают замечательно, как мы видим. И все с вами. Нам расслабляться не нужно. Ну, надо понимать, что у них сейчас идет война именно за потоки. Поэтому у них сейчас и появилась с такой риторикой. Потому что до этого были латушки, до этого была витрина нехта, до этого там Светка была и все остальные. Но у них риторика другая. Потому что они осваивают другие потоки, других организаций. Они делают картинку мирного протеста. То есть, если мы посмотрим, как в них связки работают. Например, у них есть крупные каналы информационные, которые показывают картинку мирного протеста. Ну, по определенным схемам. Ну, как это делается. И с ними в связке работают менее, менее крупные, но настроенные под радикализм. Ну, печенья какого ничего нет. Понимаешь? Такой вафля. Телеграм-каналы, там несколько сотен этих мелких телеграм-каналов, которые призывают конкретно сжечь покрышки, убивать, поджигать, бить. Ну, то есть, они к терактам призывают и все такое. И там определенная специфическая публика. Но финансы выделяют именно на картинке мирного протеста. Ну, определенные фонды. То есть, это на развитие демократии. То есть, там есть целевые программы. Ну, определенные целевые программы. И они... Поэтому у них картинка такая мирная. Мирный протест. То есть, они за свободу, там и все такое. И там уже сформированный бюджет. Вот. И они их пили. Но так как сейчас им вентиль перекрыли, потому что, ну, как бы... Мы посмотрели, что, в принципе, это не имеет смысла вообще... Нет, не имеет эффективности. Эффективности. Нет. Поэтому здесь пошла вот эта радикальная риторика. А на радикальную риторику там уже есть другие бюджеты, другие целевые программы. Вот как раз таки карач сейчас. Что вот такое вот, давайте там бутылки, там все остальное. Покрышки. Что? Я тебе по... Короче, понимаешь? Покарач, да? Что? Не покарач, а в принципе, да, по ситуации. То есть, понимаешь, в чем собственно. Блин, классно. У людей нет тормозов. Они перед своими... Хозяевами, заказчиками. Перед заказчиками, хозяевами, понимаешь? Они сейчас вот готовы на все. Готовы на все ради своих личных интересов уничтожить все. Понимаешь? То есть, призывы к санкциям. Вот эти. Угробить свою экономику. Понимаешь? Это для... Ну, надо быть абсолютно альтернативно одаренным. Чтобы не понимать, что если мы сейчас угробим свою экономику... Баркодировать всякие чемпионаты мира. То не этот, понимаешь? Экономику. Вот угробить свою экономику. А как вы будете ее возвращать? Как вы вернетесь на прежний уровень? Ну, сейчас в мире... Сейчас в мире большой идет экономический спад. Очень сильный. Эта финансовая система, он длится уже несколько лет. И сейчас, за последний год с ковидом связанной, сейчас идет мировая инфляция. И в Америке гиперинфляция идет. Почему подорожали цены на большинство товаров? Потому что... Что произошло? Металы, лес, на все. Произошло. Что произошло? Дело в том, что для того, чтобы поправить экономику, в западной стране, особенно Америка, действуют в нескольких режимах. Первый режим – развязать войну и выкачивать ресурсы, и за счет этого поправлять экономику. Сверхнуть местные режимы, опять же-таки поправлять свою экономику. И третий вариант – это выпуск финансов, доллар, печатный станок. И за последний год они очень много допечатали валюты, и за последние годы, в принципе. И они закачивают их в свою экономику, и в мировую экономику, в мировую финансовую систему. Поэтому растут цены на товары. Что происходит? Инфляция. Это что значит? Когда много денег, их стоимость снижается, а товары растут в цене. Для нашей экономики это плюс. У нас меньшее издержки. А наши товары в цене. А на внутреннем рынке мы можем регулировать цену за счет того, что мы конкурентоспособны. У нас замещение идет. То есть это надо понимать. И сейчас, если мы лишимся предприятий, если мы лишимся своих товаров, то цены будут продолжать расти. Мы на эти цены влиять никак не сможем. Никак не сможем. А будем жить только на импорте. На эти рынки мы уже больше не выйдем. Это раз. Во-вторых, огромное количество людей лишатся работы. Все это ляжет на бюджет. Пенсия ляжет, потому что у нас солидарная пенсионная система. Это будет просто катастрофа. Это будет катастрофа. На те рынки мы уже не вернемся. Сейчас мировой кризис, сейчас ковид и все остальное. Все дерутся за рынки сбыта. Как мы туда будем возвращаться, непонятно. А у нас сейчас очень выигрышная позиция, потому что у нас не было локдауна. Во многих странах Евросоюза, во многих странах мира сейчас локдаун. И наши предприятия могут отгрызать существенные доли рынка. Нам этого простить не могут. Надо это понимать. Почему сейчас вот эти санкции и все остальное, это не добросовестная конкуренция. И сейчас наши твари, которые сидят за бугром, хотят положить экономику. И чтобы мы, простите, вышли из этого, мы сейчас очень бодро выходим из кризиса. Плюс ко всему, надо понимать, у нас сейчас вот эта атомная электростанция, которая построена, это еще большой бонус нашу экономику. Дешевая электроэнергия для наших предприятий в первую очередь. Потому что это удешевляет производство. Но это азбучные истины. И вот сейчас нам внушают, типа, о, давайте Лукашенко сложим. Лукашенко не пострадает. Не пострадает. Пострадает простой народ. Пострадает Беларусь. Ни в коем случае этого допустить нельзя. Не говоря уже про войну. Но что вот эта вот тема про гражданское противостояние. У нас армия, у нас армия вся. То есть у них волосы шевелятся от БЧБ, словосочетание БЧБ. Что такое фашистские знамена в нашей стране? Слушай, это такая прививка нам на всю жизнь. Это жесть, это адище просто.